Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Австралии с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и говорим об одной правде. Было много видео создано до этого момента, где я описывал, что хорошо, что лучше принимать. И люди комментируют, это все хорошо, давай справляться с проблемами, которыми уже есть. Я говорю, например, какие? Набор веса. Я говорю, хорошо, сделаю видео на эту тему. Сегодня эта тема по поводу набора веса. Давайте посмотрим это видео до конца, потому что набор веса, это неординарная тема, когда можно пойти к диетологу, он тебе скажет, хорошо ешь, и ты сбросишь вес. Или там, давай пойди побольше побегай, и ты сбросишь вес. Это абсолютно не об этом. Поэтому смотрим видео до конца, я думаю, будет интересно. Я расскажу, в чем основная причина набора веса. Также хочу напомнить, Если вам понравилось это видео или другие видео на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одних тех видео, которые выпускаю в будущем для вас. Чтобы понять набор веса, я хочу обратить внимание, что набор веса, это не процесс, а реакция организма. И это хорошо, когда человек набирает вес, и это видно визуально. Этот человек должен быть счастлив, что его организм показывает. Очень много есть людей, у которых испорчены метаболические процессы, и они худые, но они больные. И поэтому, если вы набираете вес, не надо жаловать, что вам не повезло, что вот этот крупный человек, да, ваш организм вам конкретно подсказывает, что что-то не так работает. Есть много причин, почему люди набирают вес. Я не хочу говорить о генетических причинах, потому что их мало, и не надо на них в основном вспихивать. Большинство людей набирает вес из-за того, что они не знают, как работает организм, да. И идти к диетологу или к спортивный зал, это не решение проблемы. А кушать меньше, это самый плохой совет, который вам могут дать, да. Сразу говорю, что кушать больше, переедать в смысле, это да, является проблемой набора веса. И об этом все знают. Об этом я говорить не буду, потому что это глупо. Я буду говорить о вещах, о которых, скорее всего, многие не знают. И я думаю, что если я это сделаю визуальным, то будет легче понимать, о чём идёт речь. Сейчас быстренько стерео ребёнка эту вот доску, на которую можно рисовать, и попытаюсь это всё равно рисовать. А, вот она, доска. Направлю камеру на неё быстренько, извиняюсь, я не подготовился, я не думал, что буду рисовать, но я думаю, что рисовать нужно. Итак, я сделаю обыкновенный график, две оси, как мы понимаем, да. Первая оси, это английское «I» для инсулина. Почему инсулин? Потому что я хочу напомнить, что инсулин, как гормон выброса в кровь, это гормон, который убирает сахар из крови. Его единственная задача — убрать сахар из крови. Как это он делает? Заполняет жировую прослойку. В тот момент, когда у нас есть глюкоза в крови, не в мышцах, в крови, будет выделяться инсулин, чтобы его оттуда убрать, потому что организм не любит всплесков глюкозы. И будет сохранять, как подкожный жир, когда подкожного жира уже много, будет заполнять во всех других местах. Итак, инсулин, вторая колонка — это «Т», как «тайм», это для времени. И штрих-пунтир — это нормальный сахар в крови. Что такое нормальный сахар в крови? Сахар в крови должен быть. Это тогда, когда вы не диабетик, это когда нормальный сахар в крови. Итак, человек просыпается. Давайте подумаем, как человек просыпается. Я сделал уже видео на эту тему. Человек просыпается за того, что гормон кортизол преувеличивает гормон мелатонин. Гормон мелатонин — гормон сна, гормон кортизол — гормон стресса. Мы можем не знать об этом, но мы просыпаемся в стрессе. Кортизол выбросит глюкозу в кровь. Итак, мы уже просыпаемся с высоким количеством сахара в крови. Когда вы сдаёте анализ утром на тощак, анализ крови на сахар, это очень важный момент понять, что от вашего настроения, как вы встали, а дистанция между тем, как вы встали, и этот момент, как вы сдали кровь, будет являться количеством сахара в крови. Это не обязательно показывает на диабет. И поэтому врачи об этом не знают, они делают выводы от того, что они видят. Я не врач, но я просто говорю, что вот такая ситуация есть. Вы просыпается, у вас высокое количество сахара в крови, но вы голодные, да? Что человек делает? Идёт кушать завтрак. Давайте подумаем. А, кстати, вы же прекрасно понимаете, что еда — это составляющая еды, это жиры, белки и углеводы, да? Об этом все знают, я не буду напоминать. Но мы сейчас будем говорить в основном об углеводах. Кто кушает завтрак без углеводов? В завтраке же обязательно должен быть хлеб, да? Или чай, или кофе с молоком, или блинчики, да? Или другие вещи, я не знаю, там, не знаю, намазать какую-то намазку. Даже простые вещи, как, допустим, ореховая намазка будет содержать в себе полного сахара. Фактически, я не знаю ни одного человека, который будет кушать завтрак, в котором не будет углеводов. Мы кушаем завтрак, у нас уже сахар высокий, и пошёл количество сахара в организме вверх, пока инсулин не начал работать, да? и он начал потихоньку взбивать количество сахара, и уходит вниз. И вот тут вот, пока у нас вот этот вот штрих-пункер есть, что бы мы ни делали в жизни, в течение дня, пока у нас есть инсулин, выделение и глюкоза в крови, будет сохраняться жир. Неважно, будете ли вы в зале, или будете выходить, на полном желудке, при потреблении углеводов будет сохраняться жир. Тут мы начинаем набирать вес. Приходит, я знаю, там 9-10 часов утра, да, не знаю, когда люди кушают завтрак, нужно скушать или яблочко, или какую-то конфетку, или что-то такое, да? Вы не даёте возможности сахару достичь своей нормы, глюкозе в крови. И пошёл, вы скушали эту конфетку, не такой большой всплеск, но потом пошёл, выделился её с инсулин, и опять начался сбиваться. Вы заметили, что когда вы выше уровня нормального сахара, у вас фактически сахара в крови, нету возможности сбросить вес. Если вы там, я не знаю, какой-то велосипедист, который поехал на 100 километров, или какой-то бегун, который этот вот бежит 10 километров, то, что вы делаете в жизни, никогда не будет преувеличивать потребление сахара, который в крови. Потребление сахара, я уже о нём рассказывал, клетки не могут потребить вес сахара, который вы даёте, и поэтому будет выделяться инсулин. И если вы будете заставлять клетки каждый раз потреблять сахар, вы закончите диабетом, потому что клетки будут всё меньше, меньше, меньше воспринимать. Но перейдёмся к графику, идёт ещё больше сброс, и ближе к обеду вот почти нормальный уровень сахара, да, и вы раз кушаете обед. Кто кушает обед без углеводов? Я не знаю ни одного, кроме меня, да. Но я человек особенный, поэтому рассказывал вам эту историю, чтобы вы могли сделать сами выводы. Вы скушали обед, пошёл всплеск, и опять выделился инсулин, и пошло всё вниз. Вы не даёте возможности дойти до вечера, у вас какая-то закуска перед ужином. И я не буду рассказывать дальше, то есть вы понимаете эту картину, что в течение дня, в течение дня, до момента, пока вы не идёте спать, и я думаю, где-то на 3-4 час сна у вас уровень сахара в крови будет очень высокий. И поэтому ещё очень важно спать. Люди, которые не спят, они имеют возможность сахара пуститься до нормального количества. У вас выделяется мелатонин, нету больше ни стресса, ничего, вы не кушаете, опять-таки, вы не кушаете, да, ничего углеводного не попадает в организм, сахар нет в организме, и это единственный шанс у вас в течение дня, пока вы спите, дойти на нормального уровня, который я помечу, красным, а красным это неплохо, это, скорее всего, хорошо, вот он, маленький уровень, где у вас есть возможность не по-унеть. Это когда вы спите, поэтому спать нужно хорошо и много, вне зависимости от того, что вы едите. Давайте поговорим о еде, да? Я сейчас стираю вот этот вот график, где у нас мы набирали вес. Давайте подумать, как сбавить вес. Если вам кто-то скажет, кушай меньше, я скажу, бегите от него, даже если это диетолог. Кушать нужно правильно, кушать нужно достаточно. Быть голодным, это плохо. Человек голоден, только потому, что когда вы поели углеводы, у вас выделилось количество сахара, инсулин это все сбросил в жир, у организма больше нет топлива, и поэтому топливо, которое вы берете из углеводов, из сахара, это не самое хорошее топливо для организма. Самое лучшее это кетоны. Кетоны не будут выделяться печенью, пока у вас есть глюкоза в крови. И поэтому, лучше употреблять очень мало углеводов, или их вообще не употреблять? Кетогеническая диета. Я о ней уже делал видео, давайте посмотрим, как это будет работать, если вы на кетогенической едете, или хотя бы уменьшаете количество углеводов. Хотите вы или нет, вы проснулись в том же самом положении, у вас высокое количество сахара в крови. Да? Первое, что рекомендую делать, чтобы не набирать вес, я уже делаю видео по поводу яблочного уксуса. Вы стоите утром, выпиваете яблочный уксус. Что делать яблочный уксус? Он попадает в кровь, он попадает в желудок, и уменьшает количество сахара в крови, вы уже идете за пределы этого. Второе, что он делает, он помогает жиру заполняться кислородом, и таким образом, когда окисляется жир, жировая прослойка, печень начнет вырабатывать кетоны, которые будут являться энергией для организма. Что происходит, когда вы потребляете яблочный уксус? Вы заметите, что когда вы потребляете яблочный уксус, во-первых, вам теплее. Почему? Потому что у вас вырабатывается энергия. Второе, вы заметите, что вы не такой голодный, или не такая голодная, да? Почему? Потому что у вас появилось топливо для организма, и уже утром вы убрали стресс, это первое. Второе, вы не голодные. И я советую, кто хочет, кто может, пропускать завтрак. Кушайте один или два раза в день. Не нужно потреблять пищу между потреблением пищи, как какие-то, не знаю, вкусняшки, всякое такое. Но если вы решили кушать три раза в день, где-то получится час, после того, потребили этот яблочный уксус, кушайте завтрак. Завтрак, если у вас получится, используйте как много больше жиров, чуть-чуть белков и без углеводов. Что произойдет? Белки расщепятся на... Белки очень дорогое это вот топливо для организма. Очень будет долго расщепляться и расщепиться на сахар все равно, на глюкозу. Но это будет настолько медленно, что у вас глюкоза идет до нормы, инсулина почти не будет выделяться и пойдет вниз вот таким вот образом. То есть у вас будет маленький период, когда выделится маленькое количество инсулина. И если вы занимаетесь спортом или ходьбой или чем угодно, будет очень важный этот момент, потому что весь сахар, который выделится с белком, первое, будет восстанавливать ваши мышцы, а второе, заполнить запасы глюкогена, это сахар, который сохраняется в мышцах. Он не попадет в кровь, не будет вызываться инсулин. Вы поможете себе не заболеть сахарным диабетом второй степени, да, а второе, у вас будет нормальное количество сахара в крови, и вы не будете голодными. Если ты кушаешь жир и немножко белков на утро, напоминаю, не каждый жир, я делаю или сделаю еще видео о жире, жиры нужно кушать правильное. Дальше пошли. Если вы продолжаете, если вы не кушали завтрак или этот вот, или покушали жирный завтрак, у вас уже выделяются кетоны, печени. Кетоны это ваше основное топливо. Кетоны это плавное топливо, которое хорошо для мозга, которое хорошо для тела, и вы не будете голодными, скорее всего, до самого вечера. И было бы неплохо, если вы кушаете жирный завтрак, пропустить обед, и кушать ужин где-то за 4 часа до того, как вы идете спать. Но, если вы решили кушать небед, пусть ваш обед будет тем, которым хотите, и немножко больше глюкозы. Пошло это вверх, да, глюкоза заполнила опять-таки в мышцах, там, где надо глюкоген, и также дало вам немножко энергии и остановило процесс кетонов, да, но оно опускается вниз, да, и то, что вы, допустим, сохранили тут как жировую прослойку, пока оно будет в этой части, эта жировая прослойка может использоваться, когда начнутся выделяться кетоны опять. И также ужин. Если у вас потребление углеводов от 5 до 10% от всей композиции еды, то у вас скреска в инсулина должно быть очень мало. Таким образом, вы будете сжигать жир, окисляя его, которого у вас есть подкожный, так сбрасывается вес. Нельзя сбрасывать вес, когда у вас есть инсулин или глюкоза в крови. Я хочу подчеркнуть, что кушать мало, что будет, когда вы будете кушать мало? Будьте постоянно голодными, да, кушать мало не нужно, нужно кушать правильно. Когда вы потребляете еду, организм требует витаминов и минералов. В углеводах, которые часто продаются в магазинах, нету фактически ни витаминов, ни минералов, и также, как энергия, она быстро заканчивает с тем, что инсулин с этим справляется. Ты скушал углеводы, вы не дали организму ни витаминов, ни минералов и фактически не дали никакой энергии. И будете голодными, когда у вас сахар падает до уровня нормы, у вас организм будет давать сигналы, нету больше энергии, потому что все сохранено как жир, а энергии нету, а кетонами пользоваться не умеете, потому что пока была глюкоза, кетона не будет выделяться. И получается такой цикл. Вы постоянно вам кажется, что вы голодные, постоянно кажется, что нужно кушать и постоянно вы дополняете свою еду углеводами и остаются голодными. Нужно потихоньку менять цикл, убирать потихоньку углеводы, ничего резкого, пожалуйста, можно использовать свою пищеварительную систему. Потихоньку начинаете убирать углеводы и свое питание и увидите, что ваш вес пойдет вниз. Почему? Потому что жир будет использоваться очень многими процессами в организме и не сохраняется жир как жир, нету механизма. Если вы переели, конечно, сохранится, как этот вот, там, другие тяжелые процессы, но если вы не переедаете, если вы едите медленно, если вы едите правильно, и ваша пища жирная, и у нее много белка или достаточно количества белка, не можете вы сохранять, не можете вы пополняться. это фактически невозможно. И люди, которые на кетогенодиете, когда они начинают, они понимают, что иногда сбрасывается вес, а уже его не хочется сбрасывать. И тогда они либо добавляют немножко углеводов с клетчаткой, либо же кушают больше жирной и белковой пищи и пополняют свой этот вот вкусовые, как бы, не знаю, радости. Но суть сегодняшнего видео, первое, не переедайте, хорошо спите и самое важное, убирайте по возможности количество углеводов из своего питания. Углеводы могут быть абсолютно разные, они могут приходить из молока, они могут приходить из хлеба, из макаронов, они могут приходить из всего, что не является жиром или белком. Я очень надеюсь, что я помог с этим видео понять, как человек набирает вес. Если у вас еще будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я сделаю совершенно другое видео. Опять-таки, я не диетолог, я не врач, но понимая процессы, как сохраняется энергия и как энергия выделяется, можно понять, как работать со своим организмом, чтобы быть в том весе, который вам приятен. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить больше других видео. До следующего раза. Гриф 6, призвана Австралии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok